Праздник земли и труда. В Марксовском районе завершился чемпионат России по пахоте. В течение двух дней участники из 28 регионов страны и зарубежные представители соревновались в мастерстве вспахивания земли. Глубина борозды, ее прямолинейность и правильная запашка клина – главные условия высшей оценки на состязание. Равных на поле не оказалось жители Удмуртии Вадиму Зарецких. Призер чемпионата прошлых лет, механизатор из деревни Большой Волково, стал обладателем главного приза – трактора «Агромаш-85ТК». Именно Вадим будет защищать честь страны на чемпионате мира в Великобритании в 2016 году. Хочу сказать спасибо саратовской земле, удачной для меня, спасибо организаторам этого мероприятия. Конкуренцию российским участникам на чемпионате составили пахари из-за рубежа. Команды из Эстонии, ФРГ, Великобритании и Ирландии наравне с российскими коллегами вышли на старт состязаний. Лучшие из них стали обладателями ценных призов. По словам координатора проекта «Российское село» депутата Государственной думы Николая Панкова, присутствие на чемпионате участников из-за границы придало состязаниям больше азарта. Такая сложная конкуренция, но и в принципе это всегда дает положительный результат. Это обмен мнениями, технологиями среди наших российских сельхозтоваропроизводителей. На два дня Марксовский район стал не только территорией для проведения чемпионата России, но и площадкой для обсуждения экономически важных вопросов. Помимо семинаров и конференций было заключено сразу несколько договоров на приобретение сельскохозяйственной техники. По словам организаторов, такая модель проведения чемпионата получила высокую оценку международной пахотной организации. Они уже приняли решение о том, что на территории России будет проходить и чемпионат Европы, и чемпионат мира. Соответственно, среди тех регионов, в которых уже прошли, больше шансов, потому что у них уже опыт есть по организации. Россия впервые примет чемпионат мира по пахоти в 2018 году. Александр Старков, Екатерина Ковальчук, Максим Пустовалов, РЕН-ТВ, Саратов. Помимо конкурсной программы, посетители соревнований по пахоти также могли ознакомиться с агровыставкой. Один из узнаваемых и безусловных лидеров на рынке сельскохозяйственной техники – компания «Интех». На экспозиции были представлены образцы сразу двух уникальных машин отечественного производства – разбрасыватель органических удобрений и раздачик-выдуватель соломы. Представленная на выставке техника станет огромным подспорьем для аграриев, работающих в сельскохозяйственной сфере.